Привет всем, с вами Наталья и мой блог «Худеи вместе» организован агрохолдингом Goodwill. В своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки Goodwill. Сегодня я вас приветствую на своей кухне, так как я хочу с вами поделиться долгожданным меню на неделю. Сразу хочу сказать, что я вам сейчас покажу продукты сначала в сыром виде, в котором они находятся. А затем я приготовлю из них те блюда, которые я буду питаться всю неделю. И выложу, ну, наверное, наглядно что-то, конечно, вкратце и покажу в этом видео, как я приготовлю. Но выложу в основном рецепты под видео, чтобы вы более подробно уже сами видели, как это готовится, дабы не тратить это время для просмотра. И, как мы видим, вот он, стол правильного питания, наглядно. Когда я говорила устно про него, оно, конечно, все воспринималось, но, думаю, не так, когда видим в общем, да, именно какие продукты у нас находятся на этом столе. И сразу видно, да, что у нас присутствует полностью в нашем рационе и филе индейки, и рыбы, творог, печень куриная, грибы, фрукты, овощи, яйца, зелень, орехи, сухофрукты, крупы, хлопья, молочные продукты. Ну, то есть, на данном столе как раз и видно, что это правильное питание. Нет никаких каких-то запрещенных продуктов, которые нам нельзя. Также на нашем столе находятся крупы, хлопья. Здесь у меня кишью и миндаль. Он нам понадобится для перекусов. Если уж совсем, как бы, да, не дотерпели до определенного момента, когда нужно перепокушать, то, соответственно, восполняем это орехами. Также у меня здесь находятся отруби овсяные и отруби пшеничные. Их я использую вместе с овсяными хлопьями. Я добавляю их для каши, так как они, сами мы знаем, да, все, что они очень полезны для желудочно-кишечного тракта. Они помогают в очищении организма и вообще, в принципе, они полезны для процесса похудения и для поддержания правильного питания. Поэтому я их обязательно использую с хлопьями Геркулес. Сейчас я еще хотела бы рассказать, какие блюда, в принципе, я запланировала на эту неделю. Это я буду готовить паштет из куриной печени, филе индейки маринованное в йогурте, котлеты рыбные, салат из капусты, морковки и перца. На перекусы вместе с котлетом или филе индейки я буду использовать фрукты. Приготовлю запеканку на завтрак и потушу капусту с грибами и овощами. Ну, в принципе, все эти рецепты я, как я уже сказала, я выложу к видео. Ну и, наверное, начнем, приступим к приготовлению. Какие-то определенные немножечко азы я дам к приготовлению, да, каких-либо определенных блюд, что я буду делать, ну, чтобы так наглядненько вам видеть. Ну, а в итоге мы, конечно, посмотрим уже готовые блюда и сделаем определенное меню. Музыка 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 Ну вот и прошло 3,5 часа и наши блюда в меню на неделю все готовы. С одной стороны это очень удобно, когда уже все подготовлено и ты только начинаешь формировать свои определенные перекусы на определенный день. Почему я люблю готовить сразу несколько блюд? Потому что их можно будет чередовать в определенные дни. Не то, что вы приготовили что-то из курицы и едите пока она не закончилась. А когда у вас несколько блюд, допустим, так как мы приготовили, да, сейчас перечислю сразу, что у нас получилось. Это рыбные котлеты, филе индейки маринованное в йогурте натуральном, запеканка из творога, тушеная капуста с овощами и с грибами, салат овощной, паштет из печени куриный и в принципе фрукты, которые тоже можно будет брать с собой. Соответственно, мы не берем какое-то определенное блюдо, да, там филе индейки и едим пока оно не закончилось. Очередуем его с рыбными котлетами. Соответственно, у нас уже получается полный рацион дня не только как бы одного вида продукта, но и всех взятых продуктов, необходимых нам для правильного питания, еще и распределенное в правильное время. Что очень удобно, хорошо и правильно. Вот такие блюда у нас получились. Все рецепты этих блюд будут присутствовать под описанием видео и также будет дано, наверное, описание того, как я сформирую свои перекусы на эту неделю. Чтобы вам было видно более подробно не только в устной речи, но и письменно прописано. Чтобы вы смогли пользоваться это намного удобнее. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Гудвил. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok